так сегодня 6 мая а я хочу высадить перцевый открытый грунт не знаю насколько это умный ход но они у меня категорически перерастают посмотрела погоду в общем-то погода еще ближайшие 10 дней сколько показывать все на повышение идет но 6 мая это конечно очень рано да вот здесь перцы это вот вся в общем моя рассада перца в общем получилось так что у меня воловьего уха 8 больше сейчас скажу а нет 99 до иван-да-мария 4 морозка тоже в 9 бабушкина грядка 4 а викингов всего 2 дульчевита 3 но я его меньше сейла сейла значительно позже чуть ли не на неделе три наверное а рассада в общем такой же абсолютно размера как и ранее здесь у меня вот этот эксперимент три вот эти тоненькие такие рассадки как раз красный перец из магазина и 5 я почему-то оставила но в общем итоге оставлю всего три это желтый перец тоже из магазина и здесь еще стоит его тоже очень разная есть высокая рослое а есть маленькая такая коренастенькая его попробуем посмотрим что это такое я на всякий случай штуки 3 4 5 может быть уплотню посадки в теплице подумал какими потому что вот иван-да-мария например это гибрид очень крупный он и высокий и широкорослый куст очень то есть им уплотнять вообще тяжелый случай но с другой стороны 5 перцев в теплице если вдруг будут какие-то возвратные заморозки а то и июньские бывают сами знаете у нас зона то земледелие отличная вот посажу в теплице и наверное парочку еще тройку оставлю в теплице в ведрах чтобы была возможность вытащить их потом на улицу и оставить на улице в ведрах как знаете как растение в кашпо у меня есть ведра которые дырявые вот в них посажу и все в общем с перцами сейчас разберусь потому что у меня придут люди за рассады мне надо понимать что я могу отдать что не чтобы опять потом не остаться с носом вот поэтому все сажаем перцы 6 мая вот по таким укрытием у меня перцы и баклажаны высажены в начале мая сейчас посмотрим заглянем чё там как с ними ну в общем я довольна вроде бы как все бодры и веселы я переживала что уже переросшие рассады потому что они начинают давать ответы в развилке ну вот все все пережили 8 примерно 10 градусов было ночью для них это не страшно а когда приживутся для них не страшно будет и плюс 4 так что думаю что все будет хорошо при этом не в металлическом корпусе и с той стороны солнечная гряда гряда поднята можно сказать сантиметров на 15 и земля в ней прогревается быстро достаточно укрытие у меня из достаточно плотного укрывного сейчас баклажаны посмотрим тысячи лет этому укрытию она все рваная перерыва на да кстати можем даже не открывать ничего а посмотреть через ручку за мной слежка что-то за мной следишь я хотел сказать что ты сняла температуру сегодняшнего я могу показать сколько у меня в теплиц к тому что то теплица для птицы так уже давно не работает вот смотрите баклажаны через отверстие сама буду смотреть только в телефоне потому что ничего не вижу по-моему все нормально да вот но конечно если рубанут какие-нибудь заморозки возвратные в мае как часто бывает то наверное мы останемся без перцев и баклажанов ну вот такие вот у меня риски есть причины почему мне приходится сделать именно такси в этом году теплица при всех своих открываниях 35 шпарит то есть все открыто настишь видите все форточки все вот этот кстати поршни сломался мне кажется его надо заменить моя любимая сметана отломила мне в одном экземпляре томат называется бычье сердце минусинская плоская пришлось его водичку поставить вот на четвертый день у него корешочек появился попробую посадить сначала в горшочек в тени чтобы он немножко укоренился побольше и пересадить уже в теплицу да кстати вот под мой парник что я сделала помните да у меня парник из обычного кровного ну вот этот на дугах который продается рваный перерваный в итоге вот что я сделала я их завалила траву по самые уши трава это должна гореть потому что грунт все-таки влажный вокруг вот такие вокруг стебля вот такие вот стаканчики видите из пластиковых бутылок для того чтобы трава не подходила вплотную к миску точке роста к стеблю иначе она может вызвать гниль чтобы этого не было эти стаканчики вокруг оберегают ствол сам от прикосновения до горящей травы вот надеюсь что вот это вот такая трава жгучая позволит моим перцем баклажаном перезимовать сегодняшнюю ночь посмотрим и переживаю за яблони вот моя мельба это на низком подвое она мельба вся в цвету такая вот красоточка и цвет в общем то еще не опыленный не облетающий что с ней делать ума не приложу ну как бы ничего с ней уже не сделать но надеюсь что она не сбросит весь цвет и за сегодняшней ночи а вот папировка тоже цветет вся это же вы мне сильно не хотелось ее терять в этом году здравствуйте ну что посмотрим ночью было два градуса ну скажу я вам однако более менее я думала ситуация будет хуже так значит тут уличные томаты выдержали два градуса вот что значит укоренились давно и земля закрыта мульчой да но это вот не горящая мульча сухая посмотрю что с баклажанами виноград без укрытия безболезненно перенес это все смотрю не кисочки не сбросил не кончики не потемнели у листьев ну слава богу может быть даже я зря он там закрывала видите укрывное накидывала посмотрим что у нас в парничке в нашем ну-ка в рассаднике ну спасибо еще раз той девушки которая подсказала мне что рассаду надо пролить может быть не девушка может быть она уже женщина состоявшиеся поэтому но в любом случае спасибо за я что-то как-то не из башки-то вылетела что в общем действительно политое рассаду переносит легче все я ее полила короче перед самым заморозком но я думаю раз в открытом груди томаты не замерзли теплицы точно да не замерзли хоть как ты считаешь не знаешь посмотри-ка все ли у нас хорошо попрятали мы сюда все томаты в ведрах которые в больших ну что все колосится на слава бог сметана тоже проверять пришла ну смотрите мои проверяющие смотрите тоже все полили вчера ты видела перчик маленький смотри какой смотри уронила но ничего смотри видишь перчик маленький смотри сюда видишь он какой сладенький малыш подними то что сметану уронил ты умница моя и пойду смотреть баклажаны так ну что я с перепугу 2 укрывной накинула теперь до них не добраться короче чтобы посмотреть даже снимать не буду воскресенье обещали опять два градуса вот сегодня пятница так что думаю не спарятся они правда света маловато ну смотрите все о нет укрывной я буду снимать боже мой как там жарко или торцы просто открыть на торцы до открыть продует бог ты мой все короче здесь загорелась трава теперь я за это спокойно вообще можно на самом деле было на ранее закрывать вот такие баклажанки высадил я конечно очень рано я экстремальный в этом смысле огородник дело в том что мне кажется что им очень плохо в этом в горшках таким большухом поэтому я и высадила в первых числах в начале мая в открытый грунт трава появилась я уже подумала о том что можно их замульчировать вот сильно я горячей травой мульчирую но здесь я сразу устроила им завал 25 сантиметровый я весь участок с косила у меня косилка с накопительным баком шикарная косилка потрясающе я люблю безумно она тебе и для кур накусит траву и для мульчирования идеально ничего потом не рубить ничего не надо только делай и у нее она самоходная нажимаешь и все поехали короче тема я купила ее за год до беременности самоходную именно сказала мужу что если ты хочешь чтобы я косила траву в определенном положении женского то пожалуйста мне чтобы она сама каталась не так все просто как я думала но тем не менее это конечно это возможно по крайней мере а вот с такой которую пердячим паром толкаешь с ней конечно побегаешь тем более у нас несколько участков тогда тоже обкашивали все считаете на том участке я косила 20 суток и на этом еще будьте здрасте тут еще с поворотами разворотами это тебе не гладкая поверхность тоже ну короче напрыгаешься ты мой сладкий давай поливай все ты видишь в наш на в этом в рассадничке в твоем ничего не полито я принесу сейчас тебе ведро воды поливать будешь да будешь хорошо не 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 там не трогай там уже плохая вода с яблони с моей тоже все хорошо слава богу вся в цвету и цвет все нормально пережил все таки ее вот эта вот близость закрытость к теплице теплица считаете плавой контур все равно у нее достаточно приличный и вот я думаю что это тоже немаловажный фактор вот смотрите о чем я говорила когда перец сажая откладываю травой вот такой стаканчик ставлю видите он разрезан из бутылки сделан вот видите вокруг ствола и он сантиметров на 12 чтобы трава не подходила к основанию стебли и вообще к стеблю иначе будет загнивание смотрите на бутылки на стенке видите изморозь она с наружной стороны со стороны травы и так сильно греет что на ней даже испарено происходит поэтому в общем и перцы наверное не замерзла я думаю поэтому потому что ну сами посудите два градуса да я предполагаю что это два градуса было у градусника у стекла дома а так еще может быть даже ниже они уже все зацвели не хотелось бы мне их заморозить конечно и ну и в горшках нечего им уже делать в таком размере вон развилки у некоторых уже достаточно полноценные большие видите вот такие вот перчики у нас будут если теперь воскресенье переживем то все хорошо чего и вам желаем еще один момент прям минуточку вашего времени от нему вот это актинидия девочка у нас и вот это актинидия мальчик а вот актинидия мальчик он еще и очень декоративный видите у него лепесточки прям белые некоторые листья очень красиво ко мне сашка прибежал ко все твой актинидия загибается но вот она уже загибается много лет именно вот таким образом те листочки которые дольше всего на свету становятся белыми а к осени они бывают даже розовые становятся короче очень красивый куст мальчик нам нужен для об господи чуть не сказала плодотворение опыление значит девочки актинидии вот такая девочка мальчика заводят на 4 куста примерно девочек у меня один к одному идет мне просто посадить больше даже негде по этой причине вот этот кустик у нас в общем они растут рядом видите мы им в общем планируем эти столбы использовать как опору мальчика обрезаю я нещадно и сильно ну потому что мне не нужен на большом объеме девочку же я отпускаю как могу убираю ветки при обрезке которые начинают закручиваться прямо как завитки закручиваются такие ветки надо убирать иначе нам будет загущать очень сильно крону мы даже не знаю где вам показать такую ветку я всех их стараюсь убирать осенью и весной еще подрезаю если что зиму это отлично укрывать не укрываю ягодки у нее до самого верха вон цветочки есть сейчас они еще в таком маленьком зачаточном состоянии так сейчас вот но впоследствии это расцветет беленькими цветочками очень тоже красиво а впоследствии это будут маленькие плоды вы знаете да киви это как раз и есть одна из разновидностей актиниди но крупная а эти актиниди маленькие примерно с фалангу большого пальца то есть ну вот так кусочки но этих ягодок много и они действительно похожи на киви с приятным очень каким-то клубнично ананасовым ароматом очень сладкие спелые я в ней ставлю ящики я так тениди у меня в ящике выйти осыпается просто беспроблемно обалденная ягода по осени когда уже других ягод нет и красиво и вообще ну просто одни плюсы так что если у вас нет актиниди рассмотрите этот момент в питомниках она существует не забывайте что нужен мальчик смотрите чтобы питомник был достаточно правильный чтобы вас не обманули в том смысле потому что девочки без мальчика на горизонте опыляться не будут вот это разнополые но есть по моему актиниди уже и двуполые какие-то там вывели которые не требуют опылителя но не знаю не знаю вот я у меня с мальчик девочка вот такие актиниди там очень много сортов посмотрите но не очень много там основного состранены на наш регион на три сорта ну вы лучше меня это будете знать если сами посмотрите все это есть информация просто обратить внимание на такую культуру всем привет сегодня 20 мая пол пятого утра у нас идет вывод лопится цыплята мы их таскаем брудер и смотрите какая у нас температура на улице вон солнышко встало температура у нас вот 0 градусов ну плюс 0 5 наверное так привет виноград привет перцы как говорится давайте посмотрим что у нас там творится так идем смотреть так индейка у нас не замерзла если замерзла то не вся так смотрим температуру 10 градусов лампочку можно было бы конечно это включить им сегодня на ночь что-то я тупо на так ладно дальше смотрим над прудом вот такая дымка симпатично так ага вон там не видно наверное на траве и ней белый а ну вот видно здесь не знаю как передает камера белый и ней ребята значит мы цепанули 0 вот вот видно наверное сейчас я попробую да вот видно белый и ней но виноград вот вроде бы ничего красота какая 20 мая так в теплице посмотрим что у нас какая температура я в маечке вышел что-то мне уже прохладного то там открытые открылся так что у нас здесь у нас здесь плюс 2 ну ладно теплица нормально помидоры не замерзли а вот как себя чувствуют перчики вот здесь вот под укрытием большой вопрос ладно лена посмотрит все так что вот такая вот у у нас погода 20 мая пол пятого утра 0 градусов ну плюс 0 5 наверное хотя и ней наверное и был минус небольшой все последствиях расскажем